Всем привет! Как всегда, я в своем любимом уголочке, за столиком, и открываем вместе с вами мои новые парфюмы. Вы знаете, вот именно конкретно этот парфюм, как вы видите, вот Герле, этот парфюм у меня, вы знаете, появился уже очень давно, я могу сказать, но так как было много разных событий, не было времени именно поделиться с вами, и, естественно, я его уже, этот парфюм, открывала, смотрела, но еще им не пользовалась. То есть, вы знаете, хотела я его, наверное, без преувеличения лет 8. Познакомилась я с ним очень давно, он мне понравился вот сразу же, понимаете, вот в один момент он мне сразу же понравился, я поняла, что его я хочу, но я его не приобретала из-за того, что мне почему-то казалось, что, во-первых, цена, да, цена не дешевая, не такая доступная, во-вторых, не так он был везде и доступен, чтобы его хорошо можно было потестить, и, во-вторых, и в-третьих, вы знаете, вот этот флакон, это эксклюзивная линейка Герлин в этих флаконах пчелах с таким распылителем, вы знаете, мне она казалась всегда непрактичной, и так как я такой человек, который очень много переезжает с одного места, но другой постоянно куда-то перемещается, мне хотелось всегда парфюм, вы знаете, иметь в такой какой-то практичной упаковке, чтобы он не вылился, не разлился, да, вот так. Ну, давайте приступаем с вами. Ну, вот, как-то я решилась на него все равно, да, хотела-хотела лет восемь, не снимала это видео, наверное, я не знаю, так же месяцев восемь, на какой восемь, наверное, скорее всего, даже, может быть, и десять, но, мои дорогие, вот что это такое, да, открываем вот эту красивую коробку, может быть, не такая она и красивая, да, но она сделана как будто кожа, да, вот здесь вот солнышко, блемы солнышка, Герлен, и вот так выглядит сам парфюмчик. И как вы думаете, что это? Это люм! Я не знаю, это, конечно, альдегидный, парфюм цветочный альдегидный, и был создан в 1929 году, естественно, у меня это уже такая современная версия, я думаю, его, конечно, слегка видоизменили. Это просто вот нежнейшее, нежнейшее какое-то творение парфюмерное. Он настолько тонкий, вы знаете, как, например, парфюм Ван Клиффе и Арпеллс First, также там альдегиды такие звонкие, настолько утонченные. И здесь же альдегиды. За что они мне нравятся, этот парфюм, что, понимаете, здесь альдегиды, они, например, в Шанель номер 5, они теплые альдегиды, вот на мой вкус. А здесь альдегиды в сочетании, знаете, в своей холодной интерпретации, но перетекают они в теплые альдегиды, то есть в теплую форму звучания. И вот, например, этот парфюм Лью, он по сравнению с Шанель номер 5, он звучит даже еще, вот вы знаете, может быть, цветочнее. Цветочнее, такие звонкие-звонкие альдегиды. Нет здесь ни животинки, Шанель номер 5 туалетной воды, также нет здесь такой кремовой телесности парфюмированной воды и парфюма номер 5. А здесь есть такая вот именно звонкость. Вот кто любит альдегидные парфюмы, знаете, еще парфюма Нина, Нина Ричи. Обожаю его. И вот для меня они, вы знаете, с чем-то перекликаются, может быть, такой тонкой, какой-то тонкой трепетной стороной раскрытия этого, раскрытия, да, аромата. Я не знаю. Вот что вы думаете, скажите мне, как вам, нравится вам вот эти пульверизаторы такие? Вы знаете, мне кажется, что это ужасно неудобно. Я была... Может быть, я не эстет, я не знаю. Но, вы знаете, мне настолько вот этот флакон, мне кажется, он громоздким. Я постоянно переживаю, вот, знаете, вот из-за того, что он просто может легко опрокинуться и разлиться, да, что потеряю свой драгоценный нектар. Вот так. Так что поделитесь со мной. И вообще, вот как вы считаете, красиво это или нет? Ну, в принципе, кто любит такую всю эстетику, да, бадуарную, я думаю, может быть, показаться даже красивым. У меня, вы знаете, еще был парфюм Берду, Берду, французская марка, что-то с фиалкой, Виолет, Виолет Шири. И так же вот я не смогла им пользоваться, хотя он мне сам нравился. Такая красивая засахаренная фиалочка там, довольно-таки легкая, позитивная, но не банальная. И вот там также был такой вот пульверизатор, но почему-то не смогла я пользоваться, из-за того, что мне казалось, что он мне не подходит по стилю вот этого флакона. А все это переливать, куда-то отливать, отливать, не очень люблю им пользоваться. Вот так вот. Кстати, вот давайте с вами такой сделаем мини-опрос. Как вот вы относитесь к отливантам? Вот когда вы пользуетесь отливантами, действительно, вы понимаете, вы хорошо можете распробовать парфюм, не тратив, не затратив при этом большую сумму денег. Ну, ощущаете ли вы вот это настроение, которое этот парфюм должен передать? У меня, конечно, коллекция огромная, их очень много моих парфюмов, парфюмерный гардероб. Я понимаю, что у меня просто уже не хватает физически места, чтобы приобретать другие парфюмы. Хотя их постоянно какие-то новинки появляются, что-то еще я для себя нахожу интересное. Но, вы знаете, вот ответьте мне, когда у вас есть отливанты, да, или какие-то вот, ну, промники, нравится ли вам ими пользоваться? То есть вот этот фактор, когда вы сохраняете пространство дома, свободное, да, от огромных вот этих флаконов, но при этом у вас нет этого флакона, нет такого полного ощущения, да, вот использования парфюма. Нравится вам это или нет? Вот как вам? Мне, наверное, скорее всего, нет. Потому что сколько бы у меня не было отливантов, если мне нравится парфюм, как правило, сколько у меня было отливантов, в итоге я приобретаю полный флакон. Ну, вот так вот. А это, это, это просто, вот знаете, как бриллиант самой высшей пробы. Какой-то, знаете, такой образец чистейшей красоты, чистейшего звучания. По стойкости он так себе, он именно вот красив в своем таком, не знаю, каком-то очень искреннем звучании. Вот здесь в нем чувствуется искренность, мои дорогие. Так, закрываем его вот так. Его опять закрываем. Я просто думаю, как мне им пользоваться? Вот, наверное, придется делать, я ни разу в жизни своей не делала, никакие отливанты. Но, скорее всего, придется мне его ватамайзер куда-то переливать, перепшикивать, чтобы им пользоваться. Я же не смогу, например, с такой, с таким флакончиком в дамской сумочке ходить, гулять. Даже в шопере. Даже для меня. Когда у меня постоянно очень много всего в моих сумках, я думаю, у меня будет это так же тяжеловато. Так, следующий парфюм. А вот, давайте вот этот откроем парфюм. Смотрите, мои дорогие, также он у меня недавно появился. Это вот Santa Maria Novella Cologne. Так, Oda Cologne. 100 миллилитров. Это вот фрезия. Смотрите, на этой стороне упаковочка фрезия. У меня из этих парфюм, из этой линейки Santa Maria Novella, у меня есть Милограно. Также мне очень нравится. Вот. А это фрезия. Вы знаете, я его затестила еще как раз в тот момент, когда только первая волна карантина закончилась, и можно было везде спокойно опять заходить, покупать парфюм. Вот я его использовала, посмотрела, с ним познакомилась. И вы знаете, он мне почему-то запал в душу. У него звучание такое очень чистое. Чистое. И я помню весной у меня очень часто я покупала букеты фрезии. И действительно он мне напоминает, как звучит фрезия. Может быть, не 100% вы знаете, такое именно цветочное звучание, так как здесь, в Santa Maria Novella, у них всегда присутствует нотка свежести и такого, может быть, даже мыльного, чего-то как будто вот уходовых средств. Именно чистящих уходовых средств. Не крема, а может быть и геля для душа, мыла. Определённая мыльность есть вот в этом звучании этой фрезии. Но он настолько чистый, вы не представляете, для Оду Колонь, какая у него стоимость. У него стоимость целый день. Представляете, вот целый день я ощущаю вот этот парфюм. И фрезия, она какая-то, вы знаете, такая очень девическая здесь, очень чистая. Вот реально чистая, ощущение чистоты создаётся в такой очень проникновенной женственности. Не знаю, мне он очень приятен. Может быть, он слегка, может быть, и монотонным. То есть у него нет такого, вы знаете, палитры, большое раскрытие, да, как, например, в «Юлл». Но вот в этом парфюме чувствуется всё же оригинальность. Вы знаете, оригинальность и хорошее качество. И третий парфюм – это вот, мои дорогие. Этот парфюм поразил меня. Как он меня поразил, мои дорогие. Вы даже не представляете, Господи, как его здесь закрыли. Сейчас мне надо его будет достать отсюда. Этот парфюм мне понравился, когда, вот как раз я его, наверное, последние 2-3 дня были в марте, перед первой волной, да, локдауна. Вот, смотрите, что это. Вот, так. Это «Роза Амунди» «Парфюмом Рома». Вот что это. Так. Так, 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 открываем его. Вы знаете, вот вся эстетика «Парфюмом Рома», вот их звучание, так же, как Санта-Мария-Новелла, они настолько отлично передают итальянское настроение, каждый на свой манер, но настолько им удаётся переносить меня в Италию, да, вот настолько им удаётся создать мне, такое, вы знаете, какой-то итальянский воздух вокруг меня. Мне кажется, нигде, вот ни в одной стране мира нет такого больше воздуха, наполненного красотой, радостью жизни, как в Италии. Так. Вот «Роза Амунди». Этот парфюм, мои дорогие, он о розе. О розе с нотой пачуля. Вот у кого есть возможность, кто любит розового, кто любит пачуля, попробуйте его, затестите. Это, на мой вкус, это очень красивый парфюм. Это просто, вот знаете, один какой-то из гениальнейших парфюмов, которые мне встречались. И вот, понимаете, пока я его не приобрела, вот я помню, так было много дел, все вокруг самотоха говорят, что всё, сейчас вот магазин закрывать, надо очень много дел успеть решить, да, дома, по работе. Вот у меня в голове звучала вот эта мысль. Вот вы знаете, сколько у меня их, много парфюмов. То есть это не такая необходимость, которая вот мне прямо сейчас нужна. У меня звучала мысль, нет, он мне нужен, он мне нужен обязательно. Вот если всё закроется, всё без него я не я. Но он красивый, он создаёт также ощущение, знаете, такого старинного, ухоженного, дома с традициями. И вот как будто в этом доме находится такая, может быть, женщина. Женщина, вы знаете, которая любит, которая любит во всех смыслах этого слова. Вот она настолько сильно поглощена этой любовью. То есть вот роза, да, она реально, вот парфюм, да, ну, аромат розы, он создаёт какое настроение, когда мы в момент чувствуем, что наши все сердечные чакры, да, вот сердечная чакра открывается, и вы чувствуете, знаете, какое-то соединение совсем светлым, позитивным, совсем сильным, понимаете, совсем настоящим и искренним. Вот так, мои дорогие. Вот очень мне он нравится, да. Вот Лью и вот этот парфюм. Это вот, знаете, такие парфюмы, которые, может быть, даже можно их так назвать, которые бы сказали, которые вот говорят обо мне, да. То есть я в них вижу отражение себя. Вот так. Бывает так редко, но вот бывают такие парфюмы. То есть фрезе я не могу сказать, что я в ней здесь вижу отражение себя. Мне он просто нравится, как аромат, да, на каждый день, чистоты. А эти парфюмы, вот Лью и Роза Мунди, они меня поразили. Причём знаю, что я знаю, да, не так мало парфюмов. И я замечаю, что в последнее время не так-то уже и легко становится найти что-то такое, когда, вот, знаете, ваше сердце поражается, ваше воображение начинает играть, фантазия, да. Вот вы чувствуете, что вот-вот, я что-то новое нашла, обнаружила. Вот как влюблённость, да, ощущение влюблённости. А эти парфюмы, да, создали такое впечатление. Ну вот, мои дорогие, на сегодня всё. Желаю вам всего самого хорошего и до скорых встреч!